Девушки отдыхают Ребята, представляете, сижу я как-то вечером дома, читаю свою любимую книгу Библии, а мама тем временем готовит на кухне ужин. Как вдруг, совсем неожиданно, раздается злоног в дверь, и на пороге нашего дома появляется дядя Рома. А кто это такой, дядя Рома? Так это мамин старший брат. Правда, я его ни разу не видел, только на фотографиях, которые показывала мне мама. Там они были примерно такого же возраста, как и я. Поэтому, видимо, я его и не узнал. А мама, конечно же, узнала его, и они радостно обнялись. Да, ведь когда кто-то приезжает в гости, это так здорово. Особенно, если вы не виделись долго-долго. Только я не понимаю, Татуша, почему же ты грустишь? Оля, конечно же, я был очень рад приезду моего дяди. И позже, когда мы сели печать, за нас большой круглый стол. Дядя Рома рассказывал нам с мамой очень много интересных историй своей жизни. Оказывается, он очень любит рыбачить, поэтому он поведал нам много увлекательного о ловле рыбки. Дядя показывал нам фотографии, где он стоит вот с такой большой рыбой. Мы с мамой даже ахнули от неожиданности. Да уж, хотела бы я хотя бы одним глазком взглянуть на это чудо-рыбу. Но, Татуша, дядя ведь привез вам, наверное, не только фотографии, а еще много подарков. Рассказывай давай быстрее, я так люблю подарочки. Никто же их не любит, Любочка. И дядя подарил мне? Что бы вы думали, а? Не знаю. Конечно же, замечательную, длинную, бамбуковую удочку. Я так обрадовался этому подарку. Ведь у меня еще никогда не было своей собственной удочки. И я весь вечер ходил и размышлял, как я поеду с дядей на рыбалку, на большую реку и поймаю такую же огромадную рыбу-картон. С такими радостными мыслями я уснул. Эх, а меня папа с братом никогда не берут на рыбалку. Говорят, что я еще слишком маленькая. Ну и что же дальше? Рассказывай, Татуш. Утром, как только первый лучик солнышка коснулся моего лица, я радостно соскочил с кровати в предвкушении интересного дня. Схватил свою новенькую удочку и уже оказался было на дороге нашего дома. Но мама остановила меня и сказала, что дядя Рома ушел один, и причем очень рано. Он увидел, как я слабко спал, и ему стало жалко меня убить. Я очень расстроился и обиделся, так как дядя не пообещал мне, но не сдержал своего слова. Вы расстраиваются так сильно, Татушечка. Я думаю, что твой дядя еще погостит у вас, и вы не раз уж и сходите, и ты обязательно поймаешь такую же большую рыбу. Да я уже, Оля, в принципе, успокоился. Я помолился моему Господу Иисусу Христу и все ему рассказал. Но дядю тоже уже не обижаюсь совсем-совсем. Ребята, а вы не задумывались, почему мы не всегда обращаем внимание на слова и обещания? А потому что человеческое слово не всегда исполняется. Например, учитель обещает устроить класс в контрольную, но вряд ли кто-то бросится срочно повторять уроки. Все надеются, что это не случится. Или, например, мама обещала наказать вас, но вы думаете, а вдруг она забудет? Человеческие слова не всегда сбываются, потому что человек часто забывает их. То, что нас всех окружает, часто бывает сильнее наших обещаний, и иногда мы не можем выполнить своего слова. Или возьмем, к примеру, самое твердое человеческое слово, которое написано на бумаге и скриплено целой кучей симпечатек. Это закон. Всегда ли вы переходите дорогу по зебре и на зеленый цвет? А почему некоторые люди совершают преступления, несмотря на то, что их могут наказать и даже посадить в тюрьму? Да потому что люди надеются, что слово, которое написано в законе, не исполнится, чтобы им удастся избежать наказания. Но вы, ребята, навсегда запомните, Адмурыч, каждое слово, которое сказал Бог, исполнится. А я сейчас всегда перехожу дорогу по зебре и только на зеленый цвет. Меня этому мама научила. Молодец, Татоша! Но сегодня наша история будет не про светофор, а про то, что всякое обещание, всякое слово Божие не останется неисполненным, даже когда это исполнение кажется невероятным. Как вы помните, дорогие ребята, Иосиф стал вторым человеком после порона царя египетской. И, как говорил Иосиф, пришло время полного. Его семья, которая жила в Харанской земле, узнала, что в Египте много зерна. Отец оставил своего младшего сына дома, ленианина, а других сыновей поставил купить хлеба в Египте. Братья пришли и поклонились к правительству Египта. Они не узнали нам Иосифа, но он сразу узнал их. Иосиф говорил с ними строго и сказал, что они пришли высмотреть слабые стороны Египта, что они шпионы. Братья старались объяснить, что им нужен только хлеб для отца, брата и своих семей. Иосиф сделал вид, что не верит им, и одного из них посадил в темницу. До тех пор, пока они не приведут своего самого младшего брата, генианина. Остальные девять братьев отправились домой. Иосиф дал каждому кмешу на зерно. Но они не радовались этому, ведь их брат остался в тюрьме. Братья говорили друг другу. Это нам наказание от Бога за то, что мы хотели погубить нашего брата Иосифа. Оля, а почему же Иосиф не признался братьям, кто он такой на самом деле? И почему посадил своего брата в тюрьму? Да точно. Иосиф не был уверен в честности своих братьев. Ведь он не знал, скажут ли они ему правду, если узнают, что им, что он их брат. Поэтому он таким интересным способом решил проверить своих братьев. И вскоре братьям Иосифу пришлось снова идти в Египет за зерно. Они взяли и Вениамина, своего младшего брата. Отцу очень не хотелось отпускать его. Но если бы Вениамин не пошел, то другого брата не освободили бы из темницы. На этот раз Иосиф был очень дружелюбный, но не признался, что он их брал. Чтобы показать свое расположение, он пригласил братьев на обед, оказывая свое особое внимание Вениамину. Перед тем, как братья отправились домой, Иосиф спрятал свою особенную чашу для питья в мешке Вениамина. Когда они отошли от города, слуги Иосифа догнали их и обвинили в воровстве и чашу. Они обыскали все мешки и нашли ее у Вениамина. Братья вернулись в горы. Они были очень расстроены. Вениамина могут убить или сделать рабом. Как же они вернутся к отцу без него? Что они расскажут Иакову? Братья боялись, что отец, когда-то потерявший Иосифа, не переживет и потеря Вениамина. Братья просили Иосифа наказывать Вениамина. Они говорили, что их отец умрет от горя, если Вениамин не вернется домой. Иосиф видел, что его братья изменились. Они заботились друг о друге. Да, сердца людей меняются, когда Бог начинает в них действовать. Но пришло время признаться, кто он такой. На самом деле, его сердце уже давно не было обидно братьям. Иосиф был уже не в силу сдерживаться. Он громко зарыдал и сказал братьям. Я Иосиф, брат ваш, который вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. И так, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараонов и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской. Они с трудом могли поверить в это. Иосиф простил их за то, что они сделали с ним много лет назад. Иосиф отпустил их домой с пищей и подарками для отца. Вернувшись в Хаат, они рассказали отцу, что Иосиф жив и ожидает всех египет. Отец с трудом мог поверить этому, но когда увидел колесницу, которая прислала вас, понял, что это правда. Большая семья Иакова отправилась в дорогу. Когда они прибыли на границу с Египтом, Иосиф приехал и туда, чтобы встретить их лично. Он помнил отца и долго плакал. А фараон услышал, что приехала семья Иосифа и принял их и позволил жить в своей стране, как и пообещал Иосиф. Надо же, какой счастливый конец в этой истории. Да Бог, наверное, все привел к лучшему. Ведь Иосиф всегда доверял Богу, поэтому в его жизни исполнился весь план Бога. Да, ты прав, Татошечка. Это невероятно. И сны Иосифа вспомнились наяву. Вспомните, в какой обстановке находился тогда Иосиф. Он младший брат, остальные братья его ненавидят. Трудно себе представить, что такое произойдет. Нечто такое, что заставит братьев ему поклониться. Но пророчество исполнилось. Пришло очень много времени с того момента. Безусловно, все это время Иосиф помнил о снах своей юности. Возможно, не раз, находясь в доме Атихара, а потом в тюрьме, он думал, когда и как Бог исполнит свое обещание. Это казалось невозможным, невероятным. Но вот они, братья, стоят, преклонившись перед Иосифом. Вы удивлены, что так долго приходится ждать исполнения Божьего обетования? Да, Мердина, исполнение Божьего обетования. Божьего слова может казаться невероятным. Это может произойти не сразу, но это произойдет. В Библии Бог оставил для нас свои слова и обещания. Бог обещал, что верующие в Него имеют вечную жизнь в раю, на небесах. А неверующие будут вечно там, где горит огонь. Вы смотрите вокруг и думаете, но ведь все греша, может быть, как-то и не удасты, избавиться от наказания за мои грехи. Я могу сказать, что ничего не слышала в кресте. Или сказать, что хотя я грешил, но внутри я хороший. Или же сказать, что у меня много добрых дел, больше, чем злых. Но история Иосифа – это пример для нас, подтверждание того, что Божье Слово всегда исполняется, и его обещания не бывают напрасными. Да, вот, я тоже замечаю свои жизни. Если Господь обещал мне дать чистое сердечко от всякого греха, то Господь каждый день учит меня этому. Пусть это происходит и не все сразу, как бы мне хотелось, но это происходит. И я хотел бы сейчас помолиться нашему Господу Иисусу Христу. Надеюсь, и вы все меня в этом поддержите. Дорогой Господь Иисус Христос, я знаю, что все, что Ты обещал мне в Своей книге Библии, все, что Ты мне обещал в молитвах, я верю, Ты все сделаешь и исполнишь. Дай мне, Господи, только веры в это, чтобы ничто не могло смутить меня, и никто не смог обмануть меня. Тебе слава за все, мой Господь. Аминь. Да, это очень правильная молитва. Ведь только имея крепкую веру в своем сердечке, можно всегда чувствовать спокойствие и радость. А еще я хотел бы сегодня с вами, ребята, выучить новую веселую песенку. Сейчас мы с девочками попробуем спеть ее для вас. Потом, надеюсь, и вы, ребята, подпоете нам. А песенка называется «Кто поможет?» Итак, мы начинаем. Оно поможет. Оно знает все про меня, но все равно так сильно любит. Да он такой, мой лучший драмы с носом, он знает все про меня, но все равно так сильно любит. Да он такой, мой лучший драмы с носом, он самый-самый-самый-самый-самый лучший друг из суток. Да он такой, мой лучший драмы с носом, он самый-самый-самый-самый-самый лучший друг из суток. Хватит хорошо! Вот, ребята, такая замечательная песенка. Давайте попробуем спеть ее все вместе. Попимайте нам с девочками. Девушки отдыхают Он знает все про меня, но все равно так сильно любит Да вот такой Мой лучший друг и все Он самый-самый-самый-самый-самый лучший друг Как хорошо, когда он рядом Он самый-самый-самый-самый лучший друг Когда он рядом, все будет хорошо Он самый-самый-самый-самый-самый лучший друг Как хорошо, когда он рядом Он самый-самый-самый-самый лучший друг Когда он рядом, все будет хорошо Да, хороший гимн Сразу вспоминается воскресная школа, куда я ходила Но вот, к сожалению, пришло время и прощаться Наша встреча сегодня подходит к завершению До свидания, наши дорогие друзья Пока, мальчишки и девчонки Ждем вас через субботу В следующей нашей встрече До свидания Пока-пока